Парни, у нас пистолет на ТПУ Спортс, Виртузбро, Виртузса устанавливают. Нет, еще не установили план на АБ, ситуация 3 на 3. Но ТПУ Спортс пытаются как-нибудь выбить минус от Блэйда в меньшинстве, минус от Сереженьки. И что, остается один Лекс, его минусует ТПУ Спортс, а это значит, что матч у нас в матче повели. ТПУ Спортс, еще там 1-0. И битва, битва за выход суперфинал против ДТС, который будет... То, кто выиграет эту игру, нужно будет выиграть 2 карты у ДТС, той команде, которая одержит верх в этом противостоянии. Да, тут будет довольно-таки интересная встреча сейчас. И что-то ХЛТВ у нас повисло. А у нас нет. Тафа, у тебя тоже повисло ХЛТВ? Нет, у меня все работает. У меня все четко, Виртузса сейчас на Б, на Б походу всей команды пойдут. Ну вот, слушаем, что происходит. Есть выход, минус от ДОБы, ТПУ Спортс, минус 3 делают. Ну что, минус 4 сейчас, да, от Сережи. И... Ксинетрон остается один. И его убивает Досик. 2-0. Счет в матче. В пользу ТПУ Спортс. Ну что ж, еще один Эко от Виртуз Про, но все будет очень сложно. Максим где-то пропал, видимо. Какие-то проблемы у него с ХЛТВ произошли. Ну вот, смотрим. В принципе, там... Плант не ставился ни разу. Диггл у Лекса. В центр... Нет, 3 Диггла на зелень, 2 в центр. Рома вместе с Хучом пойдут. Ну и у ТПУ Спортс сейчас, смотрите, Досик один в девятке. Блейд ближе к мидлу. Доба пхелпует до Досик как раз на точке Б. Ну и Блейд там просматривает центр. Как раз посмотрит Хуча и Рому. Пошел выход, пошли флешки. Выход 3 зелень. Вот смотрим, тут флешка в ответ пошла. Минус от Хуча. Убивают очередной трейн. Это овердрайв. Еще минус от Хуча. Ну неужели возьмут раунд с Дигглами? 3 в 5 ситуация. Сережа с АВП на планте. Досик в мидле. Контролит крышу. Аксинетрон вот мчит. Мчит как ну. Ну что, Доба минус с АВП. Вот начинают терять свое преимущество сейчас игроки команды Virtus.pro. У Лекса есть уже Фамас. Он идет к планту. Минус от Сережи. Он дал минус. Ну что, на планте нужно побороться. Нет, Динго минусует. Дося. Минус от Доси. И еще минус от Добыт. Вдвоем. Перекрестный огонь. Разорвали. Хуча и 3-0 в пользу TPU Sports. Важнейший раунд по оружию сейчас будет у команды TPU Sports. Ну и соответственно Virtus.pro. Где-то потерял я Максима опять. Но он просто. Он просто ушел. Он просто ушел. Ну ладно. Видимо инет пропал у Максима. Скайп еще там продержался какую-то часть времени. Ну вот Xenetron контролит зелень. Очень долго сейчас будет разыгрывать ВП. Двое. Двое на Б. Это Хуч и Рома. Динго с Лексом также подтягиваются в туннеле. Но Лекс пока что просматривает центр. Блейд очень близко контролит и мидл и пожарку. На четвертом вагоне. Вот только сейчас его прогнали. И сдалека. Сдалека на Б. Дося. С Добой отошли тоже подальше. Блейд уже хелпует. Не дает выйти снизу. Ну и тут верх контролится. Все. Снова пауза. Сейчас будет в игре. Будет холдить Virtus. И сдалека. Сдалека принимают TPU Sports. Блейд возвращается на точку А. А Сережа по-прежнему на планте. Очередной трейн. Овердрайв. Где же? Вот он под крышу идет. И здесь 4 зелень. Один центр. Простыми раундами решил Лекс все-таки задавить TPU Sports. Не знаю. Это может не пройти. Помним, что не хватало ВП в первом игре с DTS. Не хватало скоростей. Вот сейчас Virtus. Также, мне кажется, не хватает скорости. Уже слишком долго они тянут до конца. И вот выход зелень. Там минус 2 от овердрайва. Размен. Рома делает минус. Ксенетрон делает минус на планте. И 3 на 3 ситуация. Доба. Он пришел. Далс Дегла разменялся. 2 на 2. Подлагивает Хелтовый Блейд. Мидли умирает от Лекса. И Дося 1 в 2. Вот как-то разрулили Virtus. Очень сложная ситуация. Нет, 1 на 1. Пока еще не разрулили. Дося против Ромы. Ну, не туда смотрел только что Дося. Видели вы все сами. 1-0. 3-1 точнее. 3-1. Первый раунд в атаке Virtus. Ну, и смотрим на закупку от TPU Sports. Будут ли деньги. В принципе, пока что неизвестно. Неизвестно. Ну, пользуюсь паузой. Вернусь в Skype. Посмотрю, вернулся ли Максим. Вернулся Максим у нас. По-моему. А может быть и нет. Нет. Пока что. Пока что нету Макса. Ну, буду пытаться к ним дозвониться. Но пока что это не получается. Средства связи, парни. Канал ВРЦ CyberArena TV. Посмотрите, как принимают на B TPU Sports. Обходят спину. Остается у нас Рома с Лексом против четверых. И зажаты они на точке B сейчас с двух сторон. Минус от Лекса. 2 в 3. Минус от Ромы. 2 на 2. Блэйд делает, убивает Лекса. Ворвался снизу. Дал СУСПА. И, в принципе, знают, где находится Рома. У него 19 хп. Вот сейчас закончится раунд. Расскажу, как кто только подключился. Финал лузеров. Российских отборочных код 5. Разыгрывается одна квота. Победители пары Virtus.pro. TPU Sports играют с DTS. Ну и одна квота, еще раз напоминаю, на глобальный финал, который пройдет завтра-послезавтра. Мы его также будем комментировать. Блэйд берет раунд для TPU Sports. 4-1 счет в матче. Ну и средства связи. Это комментарии на сайте CyberArena.tv. Комментарии по российской квалификации Code 5. Канал VRC CyberArena.tv. Вот в принципе посредством ИРЦ и посредством комментариев можно писать мне комментарии. Много я читаю. Но опять же, когда есть время. Вот очень жаль, что сегодня не мог со мной Степан закомментировать. Видимо, вчера на стадионе накричался вдоволь. Ну, что же сделает TPU Sports сейчас? Ну, продолжают играть по своей схеме. А вот у Virtus.pro сейчас полный эко. Нет, один калаш. 4 глока, один калаш. Все-таки кто-то что-то непросто сыграет. Вот сейчас у Ромы калаш. Через него попытаются сыграть парни из Virtus.pro. Рома идет по зелени. Здесь овердрайв его будет принимать. Блэйд смотрит мидл Сережа по ожарку. Блэйд уйдет потом под пятый сразу. Вот смотрите, только сейчас появится Рома, когда его видит овердрайв. И Блэйд сразу под пятый вагон. Дал, дал гранату. И вот за пятый вагон зашел. Но там хэдшот от овердрайва. И что же. Зелень. Дося дал минус тем временем. Но нет, зелень просто принимается очень жестко. И Ксенитрон все-таки один минус дал. Но дальше пришел Блэйд. Дает два минуса. И 5-1 в пользу TPU Sports. Они пока что не дают шансов Virtus. Там вообще никаких на победу в этом матче. А игра на самом деле только началась. Ну, в принципе, я думаю, что Лекс что-нибудь придумает. Что-нибудь нашифрует. И поменяются Virtus. Но, опять же, матч с Фарзами дался очень трудно команде Лекса. И вот видим, что TPU Sports и Блэйд пока что читают игру. И какая-то вот... Либо видели матч с Фарзами. Ну, не знаю. Либо демку посмотрели. Но, опять же, сейчас пока что выходы зелени принимаются очень жестко Блэйдом овердрайва. Вот минус от овердрайва. Развен. Где же Блэйд? Блэйд минусует хэдшотом. Вот лежит Плэйд. Нужно хуч. 3 на 3. Включаю карту. Потому что не могу понять до конца. Сережа с Плэйдом. Ну, он на Плэнте с АВП. Делает минус. Ксинетрон на зелени. И Рома под крышей. Вот их нужно сейчас законтролить. Но парни халдят. Они понимают, что у них целая минута. Что кто-то есть с Респаут. Доба в данном случае с АВП. Два АВП тут просто занимают. Один друг друга прикрывает. Вот Дося на Б. И Ксинетрон попытается. Ух, ну. Дал, дал по голове. Доба промазал. И сейчас подставил Сережу. Сережа дал минус. Ушел в плант. Но минусует его Рома. И ситуация 1 на 1. Наверное, все-таки стоило парням рисковать. И принимать втроем одну точку. Либо кому-то из снайперов взять девайс нормальный. Ну, как бы 2 АВП бросить. Вот в такой ситуации так же. Там просто было. Ну, если бы Доба не промазал. Если бы он убил Ксинетрон. Тогда бы все закончилось. Ну, а сейчас ситуация 1 на 1. И Рома ставит плант по дефолту на А. И уходит на 5-ю линию. Ну, уже за 6-м вагоном. Уже под крышей. Смотрит как раз мидл. Ну, все четко. Все четко. Роман берет раунд. 5-2. Счет в этом матче. Ну, и посмотрим на деньги команды ТП Юспортс. Потому что тут тоже не все так уж и просто. Купили оружие. И сейчас, видимо, что-то поменяют. Наверное, более агрессивнее сыграют в дефенсе. Потому что пространством свободной пользы. ВП. ВП Аркада на бет. Тут один Дося дал флэш. Ему хелпанули флэшой. Правда, его ослепили издалека. Ну и что? Ну вот дым здесь. Уже сверху выход пошел. Дося халдит под вагоном. Ножки же его видны. Прострелили. Все. Размен. В большинстве ВП. Минусует за вагоном. Минусует ксенитрон. И остается один Блэйд. Но здесь он уже ничем не поможет. Дал один минус. Здесь хп осталось у Блэйда. Посмотрите. Идет дальше давить. Ну, все. Хае не попало. Не попало в Блэйда. А он дальше пытается. Еще минуснул Рому. Один в два остается. Но там ксенитрон с хучом. Здесь просто по экономике сыграл Блэйд. Но опять же Плант. Плант в девятке лежит. Бомба не поставлена. То есть Блэйд еще жив. Но опять же жив он пока что не слишком круто. У него 10 хп. Забрал бомбу ксенитрон. Сейчас пойдет ее быстренько поставить. Ну а хуч будет из медла сейчас принимать Блэйда. И вот видим мы. Да, он уже. Нет, он в респ пошел. Пошел в респ. Трудно будет Блэйду. Нужно налево посмотреть, направо. Видим мы как хуч. Вот сейчас просто убьют сейчас. Нет. Ой-ой-ой. Хуч не увидел, как только что пролез тут Блэйд. Ой-ой-ой. Посмотрите какая ситуация. Прошел Блэйд дальше. Блэйд минусует, но дальше не успеет раздиффузить план. Просто попытался сделать 4 минуса. Избить как можно больше девайсов. Но хуч свой кольд засевил. И 5-3. Счет в матче. В пользу команды ТП и у Спортс. Но сейчас по экономике у ТП с порцией Блэйда эко-раунд. Ну, у Виртуса не спешат. Контролят зелень. Ждут аркады. Вот вышел Блэйд. Пошел размен. Ну что, Овердрайв дал. Поставил хэдшот и ждет. Получает хэ, но дальше не смог задавить. Тут уже и Лекс был на хэлпе. 4 на 3 ситуация. ТП и Спортс поджали сейчас с точки Б. Но отошли назад. Дося, хуч, Лекс. Нет, возвращаются все к центру. И все возле Респа сейчас. Виртуз Про очень аккуратно играют. Без девайсов. Без девайсов по-прежнему находятся игроки ТП и Спортс. Ну и все зелень. Все зелень у Виртуз Про. Минус от Динго. Но тут довольно-таки просто, конечно. Я думаю, проблем не будет у Виртуз Про в этом раунде. Ну а дальше снова ключевой, возможно, раунд. Возможно, кстати, два эка от ТП и Спортс, чтобы сыграть через АВП. 5-4. Ну, по крайней мере, защищаться получается у ТП и Спортс получше, чем у Фарзов на трейне. Посмотрим, что будет в атаке. Есть ли АВП? Сережа. Да, есть АВП на точке А. Доса-1 сейчас на Б. И снова Лекс уже за шестым вагоном. Лекс уже за шестым. И тут наверх-вниз хуч уже вышел. Зелень Ксинетрон давит. Непонятная аркада. Но вышли. Вышли на точку. И сейчас ТП и Спортс. Вот смотрите, двое не ожидают здесь увидеть. Ух, как Лекс. Просто закончились пули у Блейда. И он не убил Лекса в спину Доба. Всего лишь один минус сделал. Минусует его в мидле. Доса минусует на Б. И 1 в 3 остается. И это очередной раунд за ВП. И 5 в 5. Вот собрались. Собрались, конечно же, Вирту Са, Лекс и Компания. И начали тащить в атаку. Потому что потом неизвестно, что может произойти. Потому что вот видели, как атаковали Фарзы. Это была совершенно другая история. Возможно, так у ТП и Спортс не получится. Ну, видим Доси сейвит на Респе. Рома, Динго и Хуч остались живы в этом раунде. Ну и опять же, по экономике сейчас у Вирту Са уже начинается все выравниваться. И по крайней мере, раунда на 2 сейчас точно есть закупок. Я имею в виду, да, 2 проигранных раунда. И пока начало, попытаюсь еще раз вернуть Макса. Но, видимо, я его не смогу вернуть. Не вижу я его в Скайпе. Литератор мне пишет, что в России не показывает стрим. Ну, сейчас попытаюсь быстренько это написать парням. Ну, а у нас уже 2 минуса от Сережи. И посмотрите, неужели Эко сейчас потащат? Хэдшот получил Рома. 15 хп минус от Доси. Динго остается 1 в 3. Пробегает мимо него. Только что Дося получил. И берут. Берут эко-раунд и Пэви Спортс. Очень жаль, что я пропустил начало. Но опять же, решали вопросы по трансляции. Не знаю, почему нету стрима в России. Думаю, что есть. 6-5 в пользу ТП Ю Спортс. Вот такая первая сторона. Очень напряженный сейчас будет поединок. Потому что вот снова раунд. Он для ТП Ю Спортс крайне важен. То есть такой проиграли Эко. Проиграли Эко. Вот сейчас так вся игра пойдет. Если не начнут брать снова раунд ТП Ю Спортс. Ну и в принципе, 10-5 для них будет очень неплохой результат за защиту. Но опять же, Virtus.pro играют по максимуму. И, как говорил Лекс, будут тащить просто до конца. Три зелень. Один мидл и один вверх-вниз. Уже Лекс пропрыгнул там на вагоны. Вот такая аркада пойдет. И что же здесь? Блейд на крыше. Овердрайв рядом с ним. Сережа на планте с АВП. Ну и медленно-медленно идут зелень. Вот Дося пришел уже четвертым хлоповать на точку А. Доба там поджал вплотную. Контролит выход. И, наверное, будет обходить потом в спину. Если слишком быстро не произойдет размен. Посмотрите, овердрайв как занимает. Дым. И тут просто никто никого не видит. Минус от Блейда. И сразу же два минуса. Размен сумасшедший. Три на три остается. Минус Дося. Минус Сережа. Ой. И Динго с хуйчем остается два в три. И вот сейчас ТПВ Спорт попросту все прочитали. Четвертый вовремя перетянулся. И пошел прием. Несмотря на то, что там неплохо Вирту Са разменялись в начале. Хуч. Хуч еще не сдается. Один в два. Дал минус. Идет на план ставить бомбу. Нет. На собаку залазит. И Сережа не промахивает. Промахнулся бы. Сейчас Хуч бы остался в ситуации один на один. Но пока что все в руках. ТПВ Спорт. 7-5. Они выигрывают за защиту. Виртуз Про. Не знаю, как они будут защищаться против ТПВ Спорт. Но пока что, в принципе, для трейна атака 5 раундов хороший результат. Потому что можно играть и 12, и 13 раундов в защиту. Но современный Counter-Strike, он, в принципе, уже более или менее непредсказуем. Честно могу сказать. Блэйд в мидле смотрит овердрайв снова зелень. Ну, все атаки, все атаки почему-то ОВП проходят через, именно через зелень. Блэйд минус на пожарке. Ну и что? И ушел. Тут Хуч в Савыпане слишком сильно смог помочь Роме. Вот дым, флэш поклали еще перед Хучом. И снова, снова медленный раунд. Блэйд за четвертым вагоном. Вот по-прежнему, сдалека все принимают ТПВ Спорт. И у них это довольно, довольно-таки неплохо получается. И очень тут никаких проблем. Ну, комбинируют. Комбинируют через раунд под крышей. Занимают вплотную кто-то между пятыми вагонами. Вот сейчас снова 4 человека на точке А. Быстрее нужно играть в Виртуз сам. А все почему? Потому что Дося контролит вплотную точку Б. Это позволяет четвертому игроку сейчас прийти 4 на 4 и принимать выход атаки. Конечно же, атаки сложнее. Вот овердрайв минус на зелени, доба минус на зелени. Блэйд делает минус. И Блэйд делает еще один минус. Вот так вот заканчивается этот раунд. Не очень приятно для Виртуз Про. Ну и для ТПУ Спортс как раз все очень даже неплохо. 8-5. У Виртуз Про сейчас эко. Эко-раунд это уже 9-5. И в принципе, ну, честно, пистолеты если потащат ТПУ Спортс в атаке, то там, не знаю, там нужно такое совершать, что-то Виртуз сам. Какой-то еще один мега-комбэк, а это будет сделать крайне сложно. Ну вот на Б. На Б. Там принимают калаш, флешку, минус еще на зелени. Нет, не получается одновременно несколько точек атаковать на эко-УВП. Вот минус от Блэйда. Здесь стоит Доси, по-моему. И как бы на хелпе у него есть ДОБА. Ну, в принципе, Доси справляется 1. 9-5 в пользу ТПУ Спортс. Блэйд 15-7. Доси 14-7. Сережа 12-7. Овердрайв 11-9. ДОБА 11-9. Виртуз Про. Ромушки 12. Хуч 10. Лекс 10. Ксенетрон 8. Динго 5 фрагов. Ну, вот такая информация. И вот теперь быстро Аркадет. Смотрите, минусует Хуча уже на точке А. Минусует СВП Динго. Ксенетрон пропрыгнул вверх-вниз. В него, по-моему, попали СВП. 18 хп у него остается. Ну, и как бы Лекс на зелени. Лекс на зелени. Ну, ситуация безвыходная. Рома под пятым вагоном. Под дальним. Плант лежит. Ну, как бы все. Минус Лекс и остается Рома 1 против целой команды ТП Юспорс. И 10-5. Вот с таким счетом заканчивается первая половина. Ну, не знаю, что теперь сделать. Нужно Виртуз Про, чтобы потащить. Потому что ТП Юспорс будет атаковать, в принципе, наверное, в таком же стиле, как и это делали Фарзы. Ждем рестарт. Ждем рестарт. Я параллельно жду Макса, когда уже он появится со мной на комментариях. Видимо, что случилось у него с интернетом. Вот, честно, не знаю, как может пройти вторая половина. Что же происходит в ИРЦ. Нет, хотел посмотреть, что происходит в ИРЦ. Нет. До ИРЦ не доберусь. Пошел рестарт. Ну, сами понимаете, что нам остается после этого матча досмотреть всего лишь, ну, либо одну, либо две игры. Победитель должен выиграть у ДТС две карты. Это будет сделать крайне сложно. Но, в принципе, не так уж это все и страшно. Потому что команда, которая идет по лузерам. Смотрите, минус от Лекса. Динго получил хэдшот на зелень и с ножом пытался прыгнуть на ТП Юспортс. Выходят зелень и давят налево. Два игрока минус. Ну, будет минус. Минус Алекс. Дали ХАЕ. Два ХП. Шесть ХП у игроков ТП Юспортс. Сережа делает минус. Это просто фантастика. На планте нужно. Минус на планте. И остается Рома против Добы Сережи и Доси. Ну, Сережа и Доси, они не жильцы. У них два и шесть ХП. Но в такой ситуации... Ой-ой-ой, минус. От Добы 22. Минус еще от Ромы. Посмотрите, он как ворвался. Минус 3 делает Рома. Разорвал всех. И, наверное, успевает. Да, Е-щипцы успевает раздефузить плант. Виртус Про не сдаются. Ну, вот такую ситуацию все же... Ну, очень четко, конечно, сыграл Рома. Ну, повезло из ХП. Ну, опять же, это тиммейт дали демэдж. Так что-то говорить повезло. Ну, вот просто ТПУ Спортс не воспользовались ситуацией. Просто нужно было попрятаться всем. Но это не получилось. Рома не растерялся. Очень классно сыграл. 1-0. 10-6 счет в матч. Пользую ТПУ Спортс. Сейчас... Ну, один эко точно. Хотя, может быть, и сейчас что-то куплено у ТПУ Спортс. Ну, я думаю, будет простая глоковая отдача и попытка сделать тачдаун. То есть установить плант. Плант на Б идет. Смотрите, плант на Б. Вот стягиваются все. Зачем стягиваться, если нету минусов? Нет, все-таки Рома не дал Досе поставить плант. Хотя Досе уже мог. Мог это сделать. 10-7. Virtus.pro. Ну, Рома очень классный, конечно. Начал вторую половину. Ну, сейчас будет закупка. Сейчас будет закупка. И, видите, дефолт, в принципе, напоминает схему фарзов. Один зелень, один центр и трое в коридорах. Ну, в принципе, такая схема не только у фарзов. Такая схема, в принципе, у половины современных Counter-Strike команд. Очень простой и четкий дефолт, который довольно неплохо можно играть. Вот, смотрите, двоем смотрят зелень. Контролится middle. Ну и тройка там работает. Блэйд уже на Б ворвался. Смотрите, он уже на планте, еще и выжил. 28 хп дал минус. Ну, разменялся, но, по крайней мере, шороху навел. Смотрите, сорвались все игроки Virtus.pro. Один динго, по-моему, на крыше остался. Либо под крышей уже. И сюда нужно... И вот спокойно выходит зелень. Спокойно, ну, правда, у Дуба 4 хп, но тем временем два минуса уже дали TPU Sports. Вот, один маневр и все. Блэйд вышел за Аркадий Лбэй. Все Virtus просто моментально срываются на точку. Остается один динго. И видели сами, что произошло. Не дали поставить. Как Плант упал. Самое важное, как упал Плант. Лекс не дал поставить бомбу. Это было важно. Посмотрите, хэдшот, минус еще. И Лекс с кучом взяли раунд вдвоем только что. Ну, тащат, тащат. За счет личного скилла очень много тащат Virtus.pro. Действительно, в команде очень много хороших игроков. И сейчас должен быть Эко у TPU Sports. Нежданчик, конечно. Только что был выигранный раунд. Вернусь я на некоторое время на сайт. Пока что будет Эко. Почитаю комментарии. Почитаю, что пишет ВРЦ. Исправь картинку. А что с картинкой? Оно уже все хорошо, да. Какая-то трасса. Трасса лежала. Но, по-моему, все вернули. Все, прошел Эко. 4-0. 10-9. Чего-то матчу пользует TPU Sports. Ну, что, пора. Пора TPU Sports. Братцы, за дело. Очень... Ну, два. Начиная с пистолетка. И вот предпоследний раунд. Была, конечно, фантастика. От Virtus.pro. Они подтащили очень жестко. Рома вообще на пистолетах сотворил нереальные вещи. И вот снова Default. Сейчас Blade не врывается на точку. Видим, как держат хуч здесь с Ромой. Ну, сначала пытаются пробить B. Потом попытаются, конечно же, растянуть. Динго уже очень близко к лестнице. Посмотрите, на пожарке. Тишина. Полная тишина на карте. Вот сейчас засуетились. Вот парни-то услышал Динго, как на B готовили выход. И пошел-пошел выход. Снизу никого. B держится сдалека. Наверх-вниз сейчас. Неужели будет спускаться? Нет. Динго слышал эту перетяжку. Он должен был только что услышать, как кто-то помчал на респаун. То есть направо. Это как минимум инфа, что кто-то будет на точке A. И стоит оставаться, если даже не перетянуться. Ну, вот Динго поймал наверх-вниз. И что? Зелень. Пошел выход. Ну, неудачно. Здесь все прочитали. Только что Virtus.pro. Хотя подождем. Может любой размен еще от атаки произойти. Нет. Тут уже все. Блэйд один остается с бомбой. Выходит Зелень. Его убивает Ксенетрон. 5-0 в пользу ВП. Счет в матче 10-10. У нас уже ничья. И пока что даже предпосылок нет на то, чтобы TPU Sports выиграли этот матч. Уж больно жестко начали в защите Virtus.pro. Даже не то, что начали. Вот так сложились на самом деле. Не то, что обстоятельства. Так сыграли игроки ВП. Пистолетка Рома делает минус... Ситуация 1 в 3 при поставленном планте. Убил троих и разминифьюзил его. Дальше ситуацию 2 в 3. Лекс и Хуч просто шикарно разыграли. Хотя все могло быть вообще по-другому. Была бы выигранная пистолетка. Был бы счет уже 3-0. И 13 раундов был бы у TPU Sports. И 12 раундов, из которых нужно выиграть еще 3. Ну, их сумасшедшая экономика. Ну, это игра. И сейчас она складывается пока что не в пользу TPU Sports. Хотя еще 10 раундов у нас есть в этом матче. Но и счет-то у нас в игре это 10-10. Динго! Вот она инфа. Динго зашел в центр. И все, пожалуйста. Читаются сейчас выход TPU Sports на точку B. Он заходит уже в спину. Вот то, что раскидывает, это, конечно, все хорошо. Но здесь уже 4 игрока Virtus.pro. И Динго сзади. Раз, два. Вот уже 2 АВП их принимает. Дося дает 2 минуса. Неплохо. 2 в 3 ситуации. И уходит. Уходит Дося. А тут сзади овердрайв. Динго, точнее, должен был быть. И так и есть. 6-0. Не поставлен плант. Эко, по идее, у TPU Sports сейчас будет. 11-10. В Virtus.pro выходит вперед. Вот кто бы ожидал такого развития событий. Вот кто видел начало второй половины, все прекрасно понимают, что могло быть вообще все по-другому. Вся игра. Но, наверное, не стоит мне на этом акцентировать внимание. Наверное, нужно сосредоточиться на счете. Счет 6-0 в пользу ВП. А второй половине. И сейчас они 7-0 уже. 12-10. Virtus.pro выходит вперед. Остается всего ничего. Четыре раунда. Четыре раунда. Virtus.pro победы. Сережа СВП смотрит зелень. Lex может нарваться сейчас. Дым. Нет. По-моему, дым немножко… Да, не слишком помешал. Сереженьки. И дефолт TPU Sports. Но очень активно играет АВП сейчас на зелени. За это могут наказать. Ой, ну что, неужели не попал? Неужели он не попал в Lex? Да, а Lex также. Попал, попал. 47 хп у Lex осталось. И тут, по-моему, уже 3 АВП у Virtus.pro. Раз у Lex, два. Lex еще минус АВП. И у Xenetro 3 АВП. 3 АВП у Virtus.pro. И они просто сейчас штампуют. Вообще штампуют TPU Sports. Но, в принципе, должен последовать следующий раунд с дымами на точку А. Обычный фест. Три выхода с пожарки. Дымы на план, дымы на пятый вагон, дымы на шестую линию. И, в принципе, план ставится. Там никто даже принять не сможет из этих снайперов. 8-0. 13-10 в пользу Virtus.pro. Ну, а игра, в принципе, складывалась по сценарию TPU Sports. Вот до того момента, как потащили, это был перелом. Первый, третий раунд у Virtus.pro. Второй половине, это был действительно перелом в матч. Минус от Xenetron. Вот положили дымы, но Аплант никто нет. Дымов вообще очень мало. Это не раунд. Знаю, что есть 3 АВП у Enemies. И два из них стоит на точке А. То есть всего лишь один Кольт принимает. И стопудово он где-то будет вдалека. Но играют. Играют. Что-то получилось. У TPU Sports 3 на 3. Ну и как раз 2 АВП. И Хуч. Вот минус Лекс. Конечно, очень агрессивно сыграл Лекс. Его сейчас Доба наказал. И минусует Доба Рому. И тут рядом овердрайв. Все-таки первый раунд взяли TPU Sports. Ну, возможно, что? Возможно, это оно. Возможно, дальше пойдет. Но там закупка жесткая. Xenetron с ВП. Лекс с Кольтом. Рома с ВП. Ну, сейчас 2 АВП сыграют. Тут более-менее попроще будет в защите. 3 АВП. Потому что тут немного все-таки перебор. Нужно попадать. 3 хорошо попадающих АВП. Есть минус. Убивают Доси. Это делает Рома с АВП, который занял вплотную с девятки. Ну и дефолт пытались сыграть TPU Sports. Ну такой дефолт. Быстро занимать B вот эти тоннели и дальше там пытаться играть. То есть нужно пользоваться. Пользоваться всей шириной. Это как банан прочекать, наверное, на Inferno. Это как вот сюда зайти на B. А там продолжают штамповать АВП. Доба пострелялся с Ромой сверху. И что, уходит дым вниз. Овердрайв Динго его принимает. Смотрите. И тишина. Три ствола принимает с точки АВП сейчас. Все-таки на B решают идти. Доба выходит снизу. Не знаю, попал, не попал. Ох, должен был попасть. 10 хп у Хуча. 29 у Ромы. Рома минусует. И, наверное, это ГГ. Спину убивают сейчас. Овердрайва. Должны убить. Да, это сделал Динго. 9. 1. 14. 14-11. Просто жесть. Virtus.pro. Казалось бы, будет так сложно для них. Ну а получается, что и не очень. Вся трудность ушла на начало второй половины. Там было действительно два момента, которые повлияли феноменальным образом на всю игру. Не сломали экономику Virtus.pro. Не отдали раунды, не отдали пистолетку. И, в принципе, после этого, ну опять же могу сказать, что 13. 13-5 был бы счет в матче. А тут уже понеслась. TPU Sports полетели. Еще один минус. И 15-й раунд выигрывает команда Virtus.pro. У них уже ничья. 15-11. И последняя попытка, последняя возможность для TPU Sports побороться. Побороться за выход в суперфинал российских отборочных кодек 5. Тут, ну так уж, наверное, уже ничего смешного нету. И 4 раунда. 4 раунда нужно тащить TPU Sports. Которые, если сейчас проиграют, займут третье место на чемпионате. И ничего не получат. Бублик. Минус от Рома. Смотрите, он вплотную принимает. Дальше размен. Выбили одно ВП. Но помним, что есть такой парень, как Ксенетрон. Хуч принимает Б. Блейд там размен. Но я слежу за Ксенетроном, потому что он может прийти и решить. Доба, размен. Это все хорошо. И вот уже Ксенетрон 1. Видимо, зря я так за ним долго следил. Ну, ему сложно сейчас будет. В спину его обошли. И Блейд его обошел тоже в спину. Ой-ой-ой. Почему не халпует овердрайв? Сейчас Ксенетрон. Там Фантастика от Ксенетрона. Пожалуйста. 1-2 берет раунд. Это GG1611. Virtus.pro в суперфинале. Им предстоит обыграть DTS. Возможно. Но, чтобы обыграть DTS, нужно выиграть у них 2 карты. Ну, а DTS, в свою очередь, нужно выиграть только одну. Так как они прошли по сетке венеров. Не проиграли ни одной игры. И задача у DTS очень простая. Выиграть одну следующую карту, которая идет по списку после трейна. Что это, я узнаю самое скорое время. Теперь подождем, пока TPSports не встанут со сцены. Пока сядут DTS, разыграются еще минут 10. Ну, вы сами понимаете, в ближайшие минут 15 игра точно не начнется. Ну, будем надеяться. Я вот только начинается игра, сразу выхожу в эфир. Так что оставайтесь с нами. Еще самое интересное впереди. Сегодня предстоит. Субтитры создавал DTS.